Доброго времени суток всем, дорогие друзья! На связи Сойер с интересными новостями и некоторой информацией о предстоящем патче. Как вы, наверное, заметили, в официальных соцсетях BattleState Games было опубликовано изображение, открывающее новый ивент. Но не все из вас, скорее всего, заметили некоторые отсылки и указания, которые в этом письме были скрыты. Помимо этого письма с ивентом, мы еще поговорим о сообщениях Никиты Буянова в Твиттере. Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что 25 мая Никита публикует твит, в котором говорит о том, что подкаст Тарков ТВ состоится на следующей неделе. Учитывая, что почти все подкасты были в пятницу, можно сделать вывод, что подкаст состоится в 3 июня. И, скорее всего, на этом подкасте Никита Васильевич объявит дату установки патча с расширением маяка и вайп. Помимо расширения карты маяк, нас с вами в этом патче ожидает много интересных нововведений, включая новую анимацию бега, а может быть и не только бега, которую Никита также публиковал в своем Твиттере, и еще, я думаю, можно ожидать, что нам наконец-то покажут арену, которая, как вы помните, должна быть отдельной игрой, и там будет несколько разных карт. Вполне возможно, что некоторые из них это карты из прошлых игр студии. Так что запасаемся терпением, ждем подкаста с интересными анонсами и сливами, естественно. Помимо этого, Никита также в Твиттере написал о том, что стоит ожидать первую итерацию улиц Таркова до осени. Никита пишет, что долгожданная карта находится в максимально активной стадии разработки, и основная проблема на ней сейчас – это производительность. Вы помните, что из того, что нам уже показали, улицы Таркова – это самая большая карта в игре, с кучей новых элементов, поэтому добиться на ней хорошей оптимизации сейчас главная задача у студии. В итоге получается, что если нам стоит ожидать первую итерацию улиц Таркова до осени, значит вполне возможно, новая локация будет установлена без вайпа. Теперь давайте перейдем к письму, о котором я говорил в начале видео. Во-первых, зачитаем его полный текст. Протишь, во-первых, ты стреляешь как жижа, а во-вторых, те залетные в ультре, походу какие-то киберкотлетные, приседают и встают смешно, магазины режим огня на стволах чекают по пять раз, но пока они там разбираются, согласен, разумнее было свалить. Когда добрался до завода, мне местные пацаны передали, что Хмырятова Рыжего, помнишь, Кент его чепушило, предал, сдал залетным одичавшим из-за какой-то мобилы, не по-нашему это, не по-комбинатски. Я двину на маяк, подтягивайся к деревне туда. Там это бывшие перегрели все выходы, говорят только тот, что в сторону Лазурного берега свободен. Соответственно, через него и пройдут все, можно перехватить и узнать, где водится этот крыс. Плюс инфа, что Смотритель, ну, который Шухер наводил на барыг, еще долго будет не на месте. Он своего пса, зрячего, с собой забрал и считает там маяк голый. Такое раз в жизни бывает. Можно будет на халяву по их хабарам походить, может подобрать чего. Прям реально какой-то уникальный шанс. А этих бывших ЧВКшнилов мы разберем. ПС, ты по банкам постреляешь что ли? Ну правда, косой же. Итак, в письме, как вы заметили, имеется несколько отсылок. Первое, это отсылка к закончившемуся недавно турниру Evasion Trio Battles, который проходил на карте развязка и во время которого игроки сражались против киллы и тагиллы, которые спавнились на локации вместе. По тексту письма понятно, что оба босса перешли на маяк в район деревни. Причем оба босса спавнятся со стопроцентным шансом, то есть они в каждом рейде. Ивент, скорее всего, продлится недолго, так что пользуйтесь шансом. Также на маяке для ЧВК временно недоступны все выходы, кроме одного, переход на берег, что в свою очередь сконцентрировало почти все сражения на одном участке карты в деревне с боссами и выходом. Стоит заметить, что у диких игроков доступны все выходы, которые были и до этого. Но самая главная отсылка в этом письме о том, что боссы переместились туда не просто так, а потому что смотритель маяка, это тот самый торговец, который должен быть в здании самого маяка, куда-то ушел и забрал с собой своего телохранителя, зрячего. Стоит заметить, что это первое упоминание имени босса-снайпера, который должен охранять подход к маяку. То есть можно сделать вывод, что помимо босса-снайпера у отступников по имени Bird Eye, ну, либо Соколиный глаз, это будет четвертый босс карты, который, кстати, вполне возможно и стоит возле смотрителя на скриншоте, который БСГ публиковали ранее. Но самое главное, в письме написано, смотритель еще долго будет не на месте, а значит можно сделать вывод, что смотрителя маяка вместе с расширением карты не добавят, как и его телохранителя зрячего. Это немного печально, конечно, потому что большинство игроков ожидало, что новый торговец будет сразу, но скорее всего этого не произойдет и его появление придется немного подождать. Я почти на 100% уверен, что его появление будет связано с каким-то очень масштабным ивентом, ведь БСГ в последнее время умеет удивлять. В любом случае, у нас будет новый большой участок карты, который можно будет исследовать. На этом у меня все. Ждем подкаста, который мы будем смотреть вместе на моем Тро-воканале. Кстати, не забывайте подписываться на него. Стримы там идут каждый день. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Не забывайте поражать лайк и если мои слова окажутся правдой, порадуйте меня подпиской на мой YouTube-канал. С вами был Сойер. Спасибо всем за внимание и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok